Ну и сопутствующая проблема. У многих россиян, которые застрелили в Европе, заканчиваются визы. Иммиграционное законодательство некоторых стран предусматривает возможность продления срока действия документов. Для этого должны возникнуть экстренные обстоятельства. Однако не всегда достаточно даже официального введения режима чрезвычайного положения. Елена Таранова, с нами на связи, адвокат из Испании. Елена, здравствуйте. Да, здравствуйте. Что делать людям, у которых заканчиваются визы? Ну, в данном случае я рекомендую обращаться в органы местной власти, в данном случае полицейские участки по месту нахождения, для запроса о продлении периода нахождения. Данный процесс, он в принципе предусмотрен иммиграционным законодательством Испании на протяжении уже достаточно большого количества времени, с момента опубликации и принятия действующего иммиграционного закона. Поэтому, в принципе, да, действительно необходимо подтвердить, в чем исключительный случай. Само наличие объявления чрезвычайного положения, естественно, это не является прямым основанием по причине того, что, в принципе, сейчас, насколько мне известно, консульство Российской Федерации в Испании собирают информацию о туристах, которые остались здесь и не могут выехать, с представлением чартеров и так далее. То есть, в данном случае, все-таки туристы, которые, большая часть туристов, которые остаются здесь, по причине того, что там либо родственники, которые здесь постоянно проживают и как бы не хотят уезжать и так далее. Поэтому процесс предусмотрен. Да, действительно, проблематика состоит в том, что, скорее всего, полицейские участки по месту нахождения будут закрыты, хотя мне сегодня удалось по телефону связаться с двумя из них. Вот. Но запрашивать и, как минимум, иметь на руках заявление о том, что вы запросили, по причине, естественно, не нарушения, не усугубления своей визовой ситуации, своей визовой истории. Как-то консулы, дипломаты наши помогают все-таки, по вашим данным? Или это сложно очень с ними связаться? Ну, по нашим данным, начнем с того, что юридикция консульства здесь, она не имеет никакого сильного значения, по причине того, что это юридикция страны. Поэтому то, что мне известно, консульство пытается собирать списки туристов, которые не могут выехать, потому что отменили рейсы и так далее, и так далее. Ну, все, кто столкнулись с данными трудностями. И я предполагаю, что, наверное, организовываются чартерные рейсы. Но здесь основная проблематика состоит в том, что есть определенные семьи, у которых, например, мамы и дети живут здесь постоянно с видом на жительство. А, например, папы циркулируют по туристическим визам по причине того, что не могут находиться большой промежуток времени в Испании. Естественно, в данном случае здесь уже остаются вместе со своей семьей. То есть это определенная часть населения, которая сейчас озабочена этим вопросом. В большей степени озабочена вопросом не усугубления своей визовой истории в будущем. Поэтому процесс предусмотрен. Елена, а вы в Испании сейчас находитесь? Да. А где, в каком городе? В Валенсии. Как у вас там обстановка? Ну, обстановка нормальная. Сидим дома, стараемся минимально выходить. В данном случае офис у нас закрыт. Ну, естественно, там онлайн, по телефону, по электронным почтам. То есть мы стараемся как бы поддерживать наших сограждан максимально тем, чем возможно поддержать данные ситуации. Ну, надеемся, что этот период пройдет и все вернется в нормальное русло. Туалетную бумагу тоже разгромили в магазину? Что в магазинах у вас? Ну, лично я туалетную бумагу не громила. Может, видели? Вам не досталось уже просто. Ну, слава богу. Вот. Ну, честно говоря, лично я не видела. Лично я не видела. Вот. И буквально последнюю покупку, обычную, домашнюю, которую я делала в магазине, точно туалетная бумага стояла. Вот. Потом, естественно, ну, кто смог, конечно же, покупил чуть-чуть побольше в плане продуктов и так далее. В основном для того, чтобы минимизировать дальнейший выход как бы из места, в публичные места, как магазины и так далее. А штрафы есть, как в Италии, вот за необоснованный какой-то выход из дома есть? Да, предусмотрены штрафы, то есть за нарушение условий режима чрезвычайного положения. То есть там штрафы от 600 до, если я не ошибаюсь, 30 или 60 тысяч евро. В том числе предусмотрена уголовная ответственность за неповиновение органам власти. Надеюсь, что данная мера вряд ли будет использована. Но штрафы предусмотрены и как бы... Сколько? Какой штраф? Если я не ошибаюсь, от 600 до 60 тысяч евро. В зависимости от тех нетяжести. Спасибо вам большое за этот комментарий тоже. Елена Таранова, адвокат из Испании, была с нами на связи.